Итак, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш эфир бизнес-канала на Финам.ФМ. Сейчас время сухого остатка. 18.04 в Москве. Меня зовут Олег Дмитриев. И обсуждаем текущую ситуацию на финансовых площадках. Тем более, есть что обсудить. Сегодня замечательный день. Много событий важных. Ну и, соответственно, реакция рынков на них тоже не заставила себя ждать. Итак, тема сегодняшней программы. Российский финансовый рынок. Рубль заметно теряет в цене. Все уже это заметили, я думаю. И не те, кто активно торгует на срочном рынке, например, или на валютной секции ММВБ, а даже те, кто в обменнике так посматривает. Это разница очевидна. В чем дело? Тоже мы об этом сегодня, естественно, поговорим. Итак, я представлю сегодняшних гостей. В студии Михаил Федоров, аналитик институционной компании Vector Securities. Добрый вечер, Миша. Здравствуйте. И Игорь Нуждин, аналитик, управляющий компанией Альфа Капитал. Добрый вечер, Игорь. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, телефон в студии. Напоминаю вам в очередной раз 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Все это необходимо вам для того, чтобы дозвониться или дописаться до нас сейчас в прямом эфире и задать свои вопросы, либо посетовать на жизнь, а то и порадоваться, может быть, жизни, рассказать о том, как, на ваш взгляд, происходит вся эта история. Итак, для этого телефон и адрес компании я назвал. Ну и начиная эфир, традиционно давайте мы посмотрим с высоты птичьего полета, что происходит на финансовых рынках. Итак, картина масла, 18.05 в Москве, и наблюдается следующая динамика. Ну, наверное, стоит начать опять с Азии и с Никея 225-го, то, что сегодня сделал доллар-иена, ну и иеновые кроссы, и, соответственно, вполне логично, что произошло с индексом японского фондового рынка. Он в плюсе опять на больше, чем на 2%, вообще динамика его поражает, конечно. То туда на 2%, то сюда на 2%, ну вот, все бы так жили. Далее смотрим Европа в лице FTSE 100 британского фондового индекса в небольшом минусе, минус 7 десятых в моменте сейчас. Американцы открылись вновь после вчерашнего, ну, такого, не могу сказать, серьезного падения, но черная свечка тем более нарисовалась вчера, там кто-то уже медвежье поглощение в ней увидел. Но рано радовались, да, Миша, как говорят, о таком случае. Американцы прибавляют сегодня, радуются жизни, попал процент в моменте Доу Джонс. И чуть больше S&P 500, 1562, текущая его котировка. Значит, наш индикатор РТС и ММВБ в плюсе сегодня, но в вялом плюсе. Одна десятая процента РТС, 1428 и ММВБ чуть больше, 1433. Надо сказать о том, что рубль сделал сегодня среднесрочную цель, 31,80 он уже сегодня практически потрогал. Сейчас небольшая коррекция началась. И смотрим на сырье и на Форекс. На Форекс смотрим. Итак, нефть марки Brent, 106,85 продолжилось, да, падение сырьевых площадок. Золото ушло ниже 1560, в моменте 1547 за унцию, что, собственно, тоже очень интересно. Индикатор евро-доллара, ну, после выступления господина Драги начинает отскок и стремится к 1,29. Ну, про доллар-иены я сказал, к 96-й фигуре стремится эта пара. И котировки акций. Сегодня они разнонаправлены в таком классическом смысле слова. Половина в красном, половина в зеленом. Тем не менее, динамика все-таки достаточно впечатляющая. АвтоВАЗ больше 2% в минусе. А вот, например, Сбербанк больше, чем на процент в плюсе. А вот ВТБ на полпроцента в минусе. А вот Роснефть больше, чем на процент в плюсе. В общем, замечательная ежедуха на российском фондовом рынке продолжается. Ну, дай бог. Итак, друзья, мы начинаем наш разговор. Итак, первый мой вопрос будет, наверное, связан с событиями, сегодняшними событиями в основных финансовых центрах мира. А именно, я напомню, заседание Банка Японии ночью по Москве. Оно состоялось и привело вот к такой динамике. Далее, не далее, как 2 часа, да, 2,5, сколько, 3 часа назад заседал Банк Англии и Европейский ЦБ. Кстати, вот Драги сейчас, я так понимаю, продолжает свою пресс-конференцию. Вот у меня есть некие выдержки из них. Но не суть важна. Так, Миш, на что надо обратить внимание, прежде всего, если говорить о сегодняшнем дне? Ну, о сегодняшнем дне наш рынок кажется достаточно уже низким в целом. И многие игроки, скорее всего, сейчас пытаются, скажем так, сыграть вверх, как бы, да, на отскок. Но, скорее всего, нужно обратить внимание на американцев, которые не падали. И понимать, что мы, собственно говоря, пока не являемся законодателями моды, да. Надо посмотреть на тот же доллар. Мне понравилось твое «пока», «пока». То есть, угроза какая-то даже прозвучала для американцев. Ну, потому что, как бы, нет, они пока флагман, да. Но скоро мы будем, да? Ну, возможно, да. Возможно, скоро каждый будет играть свою игру. И нужно понимать еще другое, что у нас, если мы смотрим на рынок в целом, он, да, кажется дешевым. Но если мы смотрим на конкретные акции, то они вполне стоят, сколько они должны. Да? Ну, то есть... И достойны для того, чтобы их начинать откупать. Да, то есть, нет, они не достойны покупок, да. Они не кажутся такими дешевыми, как рынок в целом. Потому что, если мы посмотрим, допустим, на Роснефть и на Сбербанк, они стоят, ну, скажем так, адекватно тому же американскому рынку, да. Вот, а если мы посмотрим на черную металлургию, у них есть обоснование. Та же магнитка, которая имела когда-то прибыль больше миллиарда долларов под полтора, да, сейчас имеет убытки, да. Северсталь пытается кидать свои убытки там из стороны в сторону, да. То это американские активы, то это не американские активы. А если мы посмотрим на историю с Газпромом, то тут вообще непонятно что, да. То есть, люди просто пугаются. В перспективе, если мы посмотрим на ГМК Норильский Никель, то люди, скажем, вся история противостояния двух акционеров, да, она тоже пока не совсем понятна. То есть, у каждой компании есть своя достаточно такая вразумительная история, по которой эта компания сегодня стоит достаточно дешево, да. Вот, и как бы поэтому в целом рынок, он вполне адекватен, да. И, то есть, не нужно думать о том, что мы сейчас здесь очень дешевые. Мы, в принципе, вполне адекватно стоим. И, как бы, получается так, если американцы все же развернутся вниз, да, то нам есть куда еще падать, по большому счету. Вот, а что касается там роста, да, то тут, естественно, нужно смотреть на сами бумаги, потому что, скорее всего, рынок, в целом рынок и мир войдет в определенную зону турбулентности. Вот, занятость сегодня дала не очень хорошие данные, как и вчера, но как там есть такая идея, что ураган Сенди перестал уже действовать, да, вот этот эффект прошел, когда было восстановление, люди там доставали свои запасы, что-то тратили, да, вот этот эффект прошел, и дальше мы, возможно, будем уже видеть не столь хорошие данные. По Америке-то, вечно, да? Да, по Америке. Не надо забывать о том, что у нас впереди в мае будет еще лимит по долгу США, очередной цирк. Да, и не нужно забывать, что у нас Китай. У Китая есть один такой негативный момент, то, что если мы там, скажем так, возьмем историю роста потребления Китая, которая началась в 2009 году, то в этом году исполняется, грубо говоря, 4 года по событию. Условно говоря, это первый цикл. Юбилей! Юбилей! Нет, я к чему говорю, просто есть определенные циклы, да, в экономике. Ну, грубо говоря, Китай, история китайского потребления столкнется с ростом китайского потребления, может в этом году столкнуться с цикличностью. Просто это не катастрофа, но просто определенный цикл на них накатит. Это может для Китая, ну, как, китайская экономика может притормозиться из-за этого, да, или будет какая-то коррекция, скажем так, в росте потребления, да, этот не нужно сбрасывать. Поэтому, если даже играть вверх пытаться, да, то нужно, скажем так, это делать более пока спекулятивно. Никаких таких длинных, долгих позиций пока не стоит делать. Ну, ты говоришь именно о российском рынке. О российском рынке. И не надо сбоить, что доллар-рубль, он, в принципе, может еще пройти какое-то расстояние. Ну, да. Возможно, не сразу, но 33, возможно. Я понял. Миш, ну, тем не менее, смотри, вот ты много очень нарезал, да, всяких интересных деталей. Мы о них в дальнейшем поговорим уже, так сказать, более тесно. Игорь, твой взгляд на текущее развитие событий? Ну, я, наверное, соглашусь с тем, что там российские акции, ну, и в том числе там индекс РТС и МВБ, достаточно серьезно упали, да, ну, и, в принципе, выглядят как бы дешевыми. Вот, но, опять-таки, тот же фактор США, да, там, то, что американский индекс S&P стоит на хаях, вот, и у многих есть ожидание коррекции. И, в принципе, как мне кажется, все просто ждут какого-то спускового крючка, там, для того, чтобы... Событий должны. Да, для того, чтобы начать фиксировать прибыль. Это может быть как завтрашние, например, данные по рынку труда, да, там, как начинающиеся на следующей неделе сезон отчетности. То есть, в принципе, близко, да, вот те факторы, которые могут... То есть, там, Алкова, по-моему, да, первая будет? Да, по-моему, 8 апреля она начнет, и, в принципе, весь... В принципе, да, любой какой-нибудь негативный, так сказать, ресерч, да, и сразу, ой, ребята, давайте фиксировать. И, понятное дело, что в таких условиях, там, ожидать восстановления российского рынка акций, как бы, не стоит. Поэтому, наверное, где-то в ближайшие два месяца, как мне кажется, там, коррекция, она может на российском рынке продолжиться, а на американском начаться. Я, вот, до банального, если позволите, да, у меня такое соотношение. Российский рынок падает, американский растет. Соответственно, американский не радует, да, и российский к нему не присоединяется. А если американский будет падать еще вдобавок, то тут вариантов вообще никаких. Я на самом деле, что наш рынок более адекватен, нежели американский. Ну и слава богу. Давайте прервемся, послушаем еще новости на Финам.ФМ. Прослушаем, потом продолжим. Итак, друзья, продолжим, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, в гостях Михаил Федоров, аналитик институционной компании Вектор Секьюритис и Игорь Нуждин, аналитик управления компании Альфа Капитал. Продолжаем разговор о событиях последней недели, сегодняшнего дня, который, события которого, да, достаточно серьезно повлияли на текущую динамику. Но прежде чем мы продолжим этот разговор, есть у нас звонок от моего уважаемого коллеги с утреннего эфира Владимира Симага. Вот, и он, видимо, приготовил вам каверзный вопрос, так что будьте внимательны. Итак, давайте послушаем. Владимир, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, да, это как что, где, когда, да, вопрос от утреннего ведущего. Слава богу, что у нас больше, чем минуты времени для обсуждения. Я понял, но тем не менее, я очень коротко. Вот посмотрите, у нас была, конечно, серьезная была атака, она продолжается сейчас на Газпром. Я не говорю, источники этой угрозы или атаки, но она есть, и капитализация Газпрома очень серьезным образом изменилась. Была атака через Кипр на финансовую систему и на попытки нашей, так сказать, существовать вне экономики России за счет экономики Кипра. 14 апреля будут выборы в Венесуэле, где у Роснефти на сегодняшний момент достаточно серьезные позиции, и капитализация компании во многом еще зависит от участия Роснефти в консорциях нефтяном, который обладает колоссальными потенциальными там запасами на Ринока. Проигрывают чависты эти выборы, и что тогда делается с Роснефтью, и как следствие, то останется еще хоть какой-то одна якорная вот такая серьезная фишка, если повалится чуть-чуть Роснефть. Вот у меня вопрос очень простой. Спасибо. Спасибо, Владимир, спасибо. Ну, по Роснефти и по Венесуэле, ну, во-первых, не настолько, как бы, большие, да, там, активы у Роснефти, у Венесуэлы, это первое. И второе, если рассматривать итоги выборов в Венесуэле, вариант первый, побеждают сторонники Угучаевса, да, то есть, соответственно, все контракты, которые у Роснефти остаются. Побеждают противники Угучаевса, демократизация страны, в раме реконизации, соответственно, Венесуэла попадет по пути привлечения иностранных инвесторов и всего-всего прочего. На этом фоне начинать, как бы, выдавливать оттуда инвестора, несмотря на то, что он даже российский. Но он присутствует уже, да? Да, то есть, соответственно, выглядит не совсем логично. Возможно, в какой-то, там, более долгосрочной перспективе такие движения, как бы, и будут, да, там, вот, но, как бы, вот, одновременно, чтобы, вот, выборы прошли, на следующий день давайте России, как бы, вот, отсюда, до свидания, да, то есть, вряд ли, как бы, такой сценарий будет реализован. То есть, другими словами, независимо от выборов в Венесуэле, да, никаких особых рисков для Роснефти? Нет, ну, Роснефть, есть риски, но не только Роснефть, а вообще рынка в целом, потому что есть в Венесуэле... Рынка нефти, ты имеешь? Да, рынок нефти, естественно, как бы, будет чуть-чуть под давлением от этого события, да, что скажется на всех компаниях. Потому что, и вообще, не только, скажем-то, касаясь Роснефти, да, скажем-то, первой части вопроса, да. О Газпроме. О Газпроме, о том, что производится атака, я согласен почти полностью, потому что, по большому счету, то, что мы сейчас видим, то, что происходит на финансовых рынках, ну, возможно, это можно назвать финансовой войной, да, такой глобальной, где, вот, позиции, там, какой-то компании уже не так важны, да, вот. А кого с кем, если можно? Война кого с кем? Война за деньги, за притоки, за потоки капитала, вот. И, соответственно, флагман пока что Соединенные Штаты, который пытается натянуть одеяло на себя всеми возможными способами, да, и, соответственно, грубо говоря, атака именно, вот, скажем так, на Кипр, да, она же, получается, как, она перетащила часть проблемы европейской на наш, да, на наш капитал, соответственно, это повысило наши риски, хотя мы-то, по идее, ни при чем во всех этих долговых делах. Абсолютно, конечно. Да, но, понимаете, видите, происходит ситуация, когда пытаются распихать свои проблемы. Ну, то есть, я правильно тебя понимаю, что американцы инициировали, да, вот эти вот... Ну, да, возможно, потому что выгоды получают, естественно, США. США нужно получать в месяц 150 миллиардов, грубо говоря, потока капитала, иначе у них, получается, будет ситуация, при которой, там, ФРС вместе с казначейством США, ну, министерством, будут печатать денег больше, чем там... То есть, им нужно стерилизовать весь выпуск. Если не будет стерилизации, у них будет наводнение. Ну, пока, судя по потокам капитала, да, все активно... Они с Кипром немножко спасли, потому что, в любом случае, они спровоцировали какой-то поток, да, который... Отток оттуда, да, соответственно. Да, да, неважно, откуда отток, главное, чтобы к ним приток шел, да, то есть, встречный. По большому счету, получается, как, облигаций долговых американских станутся больше, долларов становится намного больше, там, баланс Феда уже, там, 3,2, насколько я помню. Больше трех, больше трех, да. 3,2 триллиона, когда он был совершенно недавно, там, летом 2,6, да, то есть, по большому счету, они напечатали QE2 за вот эти полгода, в целом объем. Вот, и эти деньги, понимаете, если иностранцы не будут выкупать все это дело, если, скажем так, спрос на доллар не будет на достаточно высоком уровне, то все эти доллары будут аккумулироваться внутри американской системы, что, скажем так, спровоцирует в итоге избыточное предложение того же доллара. Это допускать не надо, поэтому они пытаются создать встречный спрос для всего этого. Да, и поэтому идет давление. Возможно, северно-корейская история, да, она как бы такой голос Китая, мол, не надо трясти Азию, а то мы тоже можем сыграть в игру через корейцев. Да, то есть, если вы попытаетесь растрясти азиатский рынок, да, для того, чтобы выдохнуть с нас деньги и спровоцировать отток от нас, а приток Соединенных Штатов, то у нас есть маленькое, скажем так, государство, которое чуть-чуть обезбашенное, да, и оно вот вам устроит адекватный ответ, и вот выбирайте, либо вы можете вызвать отток капитала у нас, но получите войну, например. Вот, это такой шантаж небольшой. И мы все больше и больше в это входит. Ввязываемся. Да, причем весь мир и все эти действия Центробанков, которые происходят, это по большому счету, как бы они ни говорили, это валютные войны. Я понял. Хорошо, хорошо. Спасибо. Ответили, я надеюсь, да, Владимир устроил ваш ответ. Спасибо огромное. Давайте вернемся к Центробанкам. Войны ли это, не войны ли это? Да. Но в любом случае мы видим прекрасно, да, события, которые приводят к движению. Ну, с точки зрения всех участников рынка, это вещи достойные, вожделенные, я бы сказал, да, потому что, естественно, зарабатывать мы можем только когда актив меняется в цене, ни в коем случае, ни наоборот. Так вот, сегодня, значит, я еще раз проанонсирую, в 3.50, по-моему, по Москве, или в 6 утра, ну, неважно, сегодня во время утреннего сна москвичей, да, заседал Банк Японии, никаких особых там, по-моему, революционных высказываний не прозвучало, но тем не менее, да. Как раз, да, извини, да, по поводу количества, количество там, по-моему, бешеная какая-то цифра там прозвучала, ну, и выступал господин Куродов первый раз в лице главы Центробанка. Игорь, давай, прокомментируй, пожалуйста. По сути дела, Япония объявила такой аналог программы КУЕ-3 американской, то есть там на выкуп активов предполагается потратить порядка 75 миллиардов долларов США в месяц. В иенах там, да-да, в иенах 7 триллионов, это цифра просто. Для сравнения, КУЕ-3 ежемесячно 85 миллиардов долларов. Всего лишь можно сказать. Ну, не всего лишь, 75 Японии, 85 США. То есть это цифра как бы сопоставима, при этом экономика Японии, она несколько меньше, да, там, чем экономика США. Ну, понятно, как бы, о действии японцев. Вот мы сегодня посмотрели, что в стране там практически там 15-20 лет нулевая, чуть ли не отрицательная, да, там, инфляция. То есть, по сути дела, целое поколение, которое прожило, да, там, без инфляции, соответственно, у них достаточно слабый экономический рост. И таким образом, условно говоря, такой плавной девальвации своей валюты, они хотят, как бы, возобновить экономический рост. Что, в принципе, как бы, несколько пересекается, да, с вами, Михаил, по поводу того, что сейчас все пытаются на себя перетягивать, как бы, капитал. Ну, Михаил говорил о таких, как бы, скажем так, несколько... Политических аспектов. Даже политических, таких крайних каких-то вещах. Нет, просто у всех проблем чуть разные. Да, есть, как бы, цивилизованные вот вещи. Вот цивилизованные вещи, как бы, заключаются вот в таких вот вещах, да, там, в ставках, соответственно, в различных интервенциях и во всем, во всем прочем. Вот, если вкратце о том, что, как бы, сегодня хорошо в Японии. Да, да, я еще хотел бы подчеркнуть, что господин Курода, ну, со свойствами, я так понимаю, он парень решительный просто. Я вживую не видел его по блумергу. Ну, так, японец мне представляется именно таким самураем. Он просто подтвердил достаточно, да, как так, весомо, что 2% инфляции, это достижимая цель, мы будем к этому стремиться. И там, по-моему, сколько они, 2 года на это взяли? То есть, да, это, да, экономика, которая на протяжении десятилетий не видела, дефляция, да, не видела вообще роста цен. За 2 года она инфляцию должна вынести на 2%. Это просто революция наверняка, да. Ну, у них еще и дефицит бюджета огромный, по большому счету у них выхода нет, им все равно нужно покупать долг, потому что чуть ли не половина бюджета уходит на обеспечение этого долга. Поэтому, просто, я так понимаю, что банковская система Японии уже накупила этих бумажек, огромное количество японских, да, соответственно, чтобы бюджет не коллапснул. Им просто, это как бы инфляция, это цель, которая оглашает. Есть еще сторонние цели, это просто нужно выкупать долг. То же самое. Я понял. Хорошо. Ну и события чуть позже, которые произошли, недавно точнее, да, в 15.00 заседал Банк Англии, ставку оставили на прежнем уровне. Ну и, я так понимаю, основного движения, да, мы по этому поводу не видели. А вот через 45 минут, 15.45 по Москве заседал ЕЦБ по той же самой, по тому же самому поводу ставка опять на прежнем уровне. Хотелось бы тоже ваше мнение по поводу ожиданий и факта совершения. И потом выступает господин Драги, вот за эфиром, да, я так быстренько пробежал, основные его тезисы. После этого мы видим вот резкую реакцию, как минимум, в евро-долларе, позитивную реакцию, с чем она была связана. Игорь, давай еще раз. Ну, последнее заседание Европейского Центробанка проходит по одинаковому как бы сценарию. Ничего рынку не предлагается, но при этом заявляется, что мы на все готовы. В случае чего мы готовы как бы действовать. Ну и в действительности, если так посмотреть, то ЕЦБ вот в такой более или менее ровной ситуации, как сейчас, предложить рынку нечего. Мы видели, как ЕЦБ действует в критических ситуациях, да, он как бы помогает рынку и может прийти. Но вот в спокойной ситуации, при этом еще мы видим снижение как бы европейской, да, экономики, которая там в рецессии углубляется. Но у ЕЦБ таких серьезных как бы инструментов нет. У них очень маленький зазор по снижению. Я понял, Игорь, извини, пожалуйста, сейчас новости на Финам.ФМ, а потом мы продолжим. Ну что ж, продолжим наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодня обсуждений касается ситуации на финансовых рынках. Ну, Центробанк, как мы вновь преимущественно говорим. Сейчас будем говорить уже и о Радимом. Напомню, в гостях Михаил Федоров, аналитик институционной компании Vector Securities. И Игорь Нуждин, аналитик, управляющий компанией Альфа Капитал. Ушли мы на новости, обсуждая события, недавние события ЕЦБ, который оставил ставку на прежнем уровне выступления господина Драги. Еще раз, Игорь, давай продолжим тогда. То есть основные акценты в этом случае на что мы делаем? Ну, мы говорим о том, что в принципе ЕЦБ сейчас практически нечего предложить, скажем так, Европе. Для того, чтобы она начала выходить из той рецессии, в которой она сейчас находится. И все, что остается о Марио Драге, это заявлять о том, что в случае чего мы готовы прийти на помощь. Ну, у ЕЦБ есть какой-то еще определенный зазор по снижению ставки, но этот инструмент уже не настолько сильный. Эффективен, да? Эффективен, да. Согласен, согласен. Миша? Ну, по ЕЦБ как бы немцу мандатом не дали для покупок облигаций напрямую пока, да? Поэтому этого инструмента у них пока нет. Они, возможно, конечно, хотели бы напрямую выкупать, вот. Но не могут, скажем так, ставку снизить они могут, возможно, чтобы смягчить, скажем так, кипрский вопрос по депозитам. Потому что какой-то эффект на банки Испании, Италии, он все равно окажет, да? И, соответственно, любое снятие депозитов, даже там, если это будет там 1, 2, 3 процента, это все существенно. Для любого банка, и тем более для банковской системы в целом. Поэтому только вот в целях того, чтобы чуть-чуть смягчить вот этот момент для банков, ставка может быть снижена. Конечно, эффект будет нулевой, ну, просто будет чуть-чуть полегче дышать им от этого, но... А в какой перспективе, смотри, вот, ожидания? Они же говорят, что мы будем наблюдать за ситуацией, да? То есть, если действительно мы там увидим в следующем бюллетене ЕЦБ снижение какой-то депозитов, более-менее существенное, в целом по евросистеме, то, скорее всего, можно будет ожидать снижение ставки. А депозитов там чуть ли не там 26, что ли, триллионов евро, ну, совокупно. Да, сейчас как бы наблюдается там у многих там инвесторов такие как бы ощущения, что они вроде бы как бы готовы остаться в Европе, но при этом ищут такую как бы страну, которая не была бы в еврозоне, да, там, то есть куда бы им разместить свой депозит. Доверие, да. Ну, это все связано, да, с последними событиями. Да, ну, потому что, да, действительно, по Кипру был не то, что так создан прецедент, но такой как бы сигнал, да, там, не очень как бы приятный. Да, может быть, по Кипру это и было сделано как бы справедливо, и, в принципе, действия такие, они, может быть, и носят какой-то справедливый характер, потому что почему те, кто... Ну, слово справедливый, может, не очень корректно здесь. Почему? Потому что есть необходимость, наверное, да? Ну, при проблемах в банках, да, там, почему, как бы, вкладчики не должны, как бы, разделять те же риски, да, там, в том банке, в котором они размещали свои депозиты. По большому счету, Кипр, это, скажем так, это как нарушение конституции, потому что западная цивилизация... Есть четкое разграничение. Квалифицированный инвестор, да, там, или квалифицированный депозитер, так его назовем, да, там, до, точнее, не, квалифицированный депозитер, до 100 тысяч евро. То есть, условно говоря, человек... Застрахован. Застрахован, но, видимо, не очень понимает, что происходит. Ну, вот его сумма, да, там, человек, обладающий капиталом, скажем так, больше 100 тысяч евро, он обладает какими-то определенными знаниями и готов, как бы, оценивать и взвешивать риски. Если он, как бы, положил деньги на депозит в банк и рассчитывая, как бы, получить, как бы, какой-то доход, как бы, по депозиту, это тоже своего рода, да, там, инвестиции, то он, как бы, может и разделять риски. Это очень вредно, как раз многие считают, что сравнение, скажем так, депозитов и инвестиций, да, это, в принципе, наверное, недопустимо, потому что... Ну, ситуация в Кипре была такая. По большому счету, Запад отстаивал частную собственность, очень часто и всегда, и многим тыкал пальцем на это, да, а сегодня они сами это, грубо говоря, нарушили, да, это постулат вообще того, на чем в свое время капитализм зародился в целом. Да, на чем зиждется капитализм. Да, и тут они ради каких-то жалких там 10 миллиардов евро, они поступили... Ну, явно, что не ради 10, а ради какой-то, да, вот, чего-то хотели они этим сказать. Проблема тут, соответственно, скажем так, мы, что их мотивировало нарушить свою конституцию, это требует более глубокого, да, анализа, потому что, скажем так, ну, 10 миллиардов и вот эти все немецкие препоны, они не стоят того, чтобы нарушить именно вот постулат. Нет, нарушение конституции было бы, если бы депозиты резали суммами еще меньше 100 тысяч евро. Если выше 100 тысяч евро... А вот тут нет разницы суммы, потому что это же как раз вопрос более социальный. Вот большие можно, а маленькие нельзя. Ну, предположим, в Кипрске банк бы вот не было бы ничего, этого, и Кипрский банк бы отдефаутил. И все. И все вы все потеряли. Все все потеряли. Ну, да, но они честно сгорели в огне. Это, понимаете, и нету тут этого, да, а тут просто взяли и план его просто украли. В большом счете, это грабеж, это нарушение права частной собственности права, да, то есть это просто отъем. Грабеж, на самом деле, вопрос очень такой, как бы, дискуссионный, и мы можем до конца передачи. Ну, да, да, давайте, тема Кипра, она уже давно идет, вернемся, как бы, к текущим проблемам. Ну, несмотря на то, что две недели мы так активно все переживали, и все, у кого есть деньги, у кого нет денег на Кипре, у кого вообще, в принципе, денег нет, но все считали, да, так сказать, за правила хорошего тона обязательно там поговорить о Кипре. Сейчас, ну, смотри, две недели прошло, и все как-то ровненько, ровненько, хотя там ситуация... Вероника, я рассказывал, по-моему, да, позавчера была Вероника Чекина из Инфины, она там месяц была в командировке, она вот рассказывала изнутри, что там происходит. Все там тихо, ровно, никаких шевелений особых. Ну, последствия, я думаю, ногой вперед растянулась. Да, ну, они, видимо, да, в перспективе уже, так сказать. Ну, ладно, ладно, значит, в любом случае мы обсудили, да, сегодняшнее заседание ЕЦБ, ставка на прежнем уровне, а господин Драгин не сказал ничего, по сути, да, говоря, тем не менее, произнося много слов. Вот, он заявил о готовности что-то сделать, если вдруг понадобится, но пока делать ничего не будут. Кстати, вот, забавно, я опять возвращаюсь к динамике пары евро-доллар, видимо, вот это его заявление, да, каким-то образом позитивно отразилось, потому что с 27.50 мы увидели 28.80, практически 150 пунктов. А сейчас все успокоилось, и опять в тренд, что называется, да, опять евро-доллар в тренд, и, я так понимаю, позитив весь исчерпан. Ладно-ть, ладно-ть, бог с ними, в конце концов им жить, да, мы их учить не будем. Давайте посмотрим, что делается под ногами, ну, или как минимум вокруг. Значит, я открываю пару доллар-рубль, ну, и здесь тоже все очень и очень весело выглядит, ну, весело в кавычках, конечно. Итак, за последние три дня, повторю, три дня, включая сегодняшний, да, рубль потерял практически фигуру, да, фигуру, ну, давайте так, пара доллар-рубль обесценилась на целый рубль. Рубль, это серьезно, да, даже в процентах, уж я не говорю, а в деньгах. Что произошло, что повлияло на эту динамику? Повторю, мы не видим, так сказать, какого-то, если динамику эту, да, параллелить с тем, что происходит на Форексе глобальном, мы не видим там какого-то катастрофического укрепления доллара, что могло бы, так сказать, да, вот это движение каким-то образом оправдать. Там происходит своя жизнь, здесь какая-то другая жизнь. Что это за жизнь такая, Миша, почему? Не, ну, рубль достаточно крепко себя ощущал весь период, когда там шла чеха. Что-то падало, да? Вот, но сейчас этот, скажем так, сработала небольшая пружина, да, накопленный эффект огонь. Наш Центробанк вел достаточно сдержанную монетарную политику, да, и как бы в этом заключалась сила рубля, ну, последние, наверное, полгода. Он достаточно долго, длительно укреплялся, почти без откатов каких-то существенных, да. Вот, и несмотря на то, что, по большому счету, наш ЦБ сохранил вот этот курс, да, на недавнем заседании, то есть он не стал... Курс свободного, да, Фондона? Нет, нет, он не стал смягчать политику внутри страны, да, но, тем не менее, видите, пружина все равно сработала, потому что вот надо было, потому что действительно, ну, какая-то отдушина была. А в целом, почему это происходит, да, потому что, ну, как я говорил, США провоцируют, скажем так, перетоки капиталов в себя. И вот это, скорее всего, является основной причиной. То есть здесь мы тоже видим, да, это уже самая причина. Конечно, да, то есть ЦБ наш не делал ничего, чтобы сейчас такого, чтобы сейчас рубль падал, да. Это, по большому счету, укрепление доллара идет... Это не падение рубля, это доллар укрепляется, если там брать точнее, да, то есть доллар чувствовал себя достаточно слабо, сейчас он, скажем так, начал чуть-чуть брать силу, вот, поскольку за океаном хотят этого, потому что, условно говоря, ну, они вообще очень много хотят, у них фондовый рынок растет, у них доллар сейчас получается достаточно хорошо, ну, рос фондовый рынок. У них доллар чувствовал все это время более-менее нормально, и облигации казначейства были тоже достаточно, скажем так, дорогими, то есть доходности низкие по ним, то есть они сидят на всех трех китах и не хотят дергаться, что, в принципе, ну, достаточно удивительно, на мой взгляд. Вот, и мы, как бы, получается, поскольку мир глобален, да, передок капитал глобальный, вот, поэтому удар, ну, естественно, Кипр какое-то там значение может имеет, да, ну, и просто это война. Нас атаковали. Игорь, твое мнение по этому поводу, тем не менее, прежде чем, да, ты его озвучил, смотри, еще мне очень любопытно, если согласиться с высказыванием Миши, это не рубль по доллару крепляется, но я вам хочу сказать, что евро-рубль, пара евро-рубль тоже показала, ну, просто еще более, да, я сказал так бы, это самое, еще более значимую динамику, потому что вот за последние, ну, даже за вчерашний день, там, по-моему, на 50 процентов, на 50 копеек, простите, упал, а сейчас вот 40-60 уже евро-рубль. Так в чем все-таки причина-то? Ну, действительно, достаточно такой большой, как бы, набор факторов, которые оказывают давление на рубль. Первый из них — это глобальный рисков, да, то есть инвесторы сейчас уходят из развивающихся рынков на развитые, и, в принципе, Россия здесь, как самый рисковый, страдает больше всех. Это первый. Второй — достаточно серьезный отток капитала из России был в первом квартале, да, там, это тоже давление на рубль. Ну, и если мы посмотрим на российскую промышленность, да, там, или российскую экономику, да, там, в целом, да, в целом, то с начала года она показывает очень плохие, как бы, да, там, показатели, что, в принципе, это уже такой фундаментальный, да, там, фактор для слабости рубля. Поэтому вот это все вместе наложилось, да, там, и даже то, что сделал ЦБРФ, оно вроде бы как должно так косвенно стать, как бы, поводом для укрепления рубля, да. Ну, или для стабилизации, как минимум. Ну, это послужило таким, как бы, наоборот, толчком, да, там, для того, чтобы... Потому что мы увидели самые сильные движения по рублю как раз вот после, как бы, заседания ЦБРФ. Возможно, часть инвесторов, да, там, восприняло это то, что ЦБ, там, не снизил ставку, а хотели, чтобы он ее снизил, да, там. И это разочарование, да, заставило. Это может быть частично какая-то группа, да, там, инвесторов на это, как бы, реагировал. Хотя, в принципе, сейчас, там, вероятность того, что ЦБРФ на следующем или в последующем будет, как бы, снижать ставку, она достаточно, как бы, высока. Высока, да. То есть она, в принципе, да, после вчерашнего, позавчерашнего заседания выросла. Ну, и сегодня мы видели данные по инфляции, они, в принципе, мы видим, что... Нулевая инфляция. Ну, нулевая инфляция, как бы, снижается, да, там, то есть основной риск, который держал, как бы, ЦБ, да, он потихонечку, как бы, уходит. И, в принципе, у ЦБ есть, тем более, насколько я понимаю, на ЦБ сейчас еще и хотят возложить мандат, да, там, того, чтобы он следил за экономическим ростом, да, там, то есть... Дополнительную функцию еще. Да, у ЦБ для этого, в принципе, кроме как вот инструмента, как бы, ставок, ничего. Никаких других, да. Вот события, да, связанные с заседанием ЦБ РФ, они могли повлиять на слабость национальной валюты? Я же говорю, что крепость рубля в последнее время, да, вот последние полгода, да, объяснялась именно за счет политики нашего ЦБ, и была натянута, условно говоря, пружина. Скажем так, мы достигли точки кипения, когда этот ресурс перестал, грубо говоря, действовать. Вот, само заседание стало, грубо говоря, таким неким толчком, по большому счету, что, ну, да, рубль, когда там на Западе шла болтанка валютная, да, рубль просто шел вверх, ну, в смысле, он укреплялся, да, а тут просто, ну, больше не хватает этого ресурса, да, то есть, от того, что мы и дальше будем такую политику внутри ввести, да, это, скажем, получается, это уже не сдерживает рубль. Я понял. Хорошо, давайте еще раз прервемся, вновь на Финам ФМ новости, ну, а потом продолжим. Ну, что ж, последняя часть эфира, 12 минут у нас осталось, давайте продолжим беседу, продолжим беседу. Напомню, в гостях сегодня Михаил Федоров, аналитик институционной компании Вектор Секьюритис и Игорь Нуждин, аналитик управляющей компании Альфа Капитал. А беседа, она же, естественно, будет продолжаться и связана она с текущей ситуацией на финансовых рынках. Я сейчас открыл ленту новостей в очередной раз и, кстати, хотел бы процитировать по, согласно заявлению правительства Кипра, ВВП, значит, ВВП Кипра, собственно, да, в этом году может снизиться на 13%, на 13%. Почему бы и нет? Я не могу утверждать точно, да, что вот так оно и будет, да, и какой прогноз, потому что экономику Кипра я не изучал, и какой вклад там был именно финансового сектора, вот за счет вот этих денег, да? Сейчас 7 раз активы банковского сектора превышали ВВП Кипра. Если так по цифрам, 15-16 миллиардов долларов США это ВВП Кипра и порядка 100 миллиардов с чем-то это банковские активы. Понятное дело, что если сейчас банковские активы как бы сужаются, то 13% это даже еще может быть и консервативно. Вопрос, сколько вот эта финансовая отстройка давала ВВП до этого, да? Я не знаю, сколько она давала в процентах. Практически все ВВП, у Кипра следующий это был туризм, который как бы вряд ли оценивали. Вряд ли сдуется ты имеешь в виду, вряд ли? Вряд ли давала большой. Ну, больше, по крайней мере. По сравнению с тем, что они получали на различных финансовых транзакциях и на банковском секторе. Значит, я прошу прощения, ну, такая вот мне попалась просто фраза, мне показалось интересно. Мы вернемся, давайте вернемся к разговору о российском рубле, буквально закончим уже этот разговор. На всякий случай я напомню, смотрите, текущий курс текущий, да, 31,66, ну, практически сегодня были мы вблизи максимумов 31,80, а это, напомню, максимумы ноября 2012 года, ноября, прошлого ноября 2012 года, после чего началось вот этот самый процесс укрепления. То есть я к тому, что вполне возможно, да, на этом уровне мы можем каким-то образом задержаться. Ну, а если мы его проходим, то... Ну, в район 33 мы можем сходить. В район 33. Ну, причем можем даже сделать это достаточно быстро. Ну, мы обычно так делаем, и это нормально, да, растет он медленно, а падает быстро. Вот там будет самая интересная история, то есть тут уже, на самом деле, опять немые игроки, потому что решается, это не от нас зависит. Ну, да, решают там, на небесах. Если в мае начнется какой-то процесс, что республиканцы перетянут идеал на себя, и начнется... Ну, вот сегодня ФРС, там один из, не помню, кто именно сказал, что, возможно, там КУЕ-3 чуть-чуть будет порезано, да, объем выпуска. А ФРС, на самом деле, тут не шутит, я считаю, да, потому что если республиканцы в мае все же смогут каким-то образом сократить первичный выпуск долго... Ну, то есть, грубо говоря, сейчас они выпускают, там, получается, у них в среднем 100 миллиардов долларов нового долга в месяц. Сейчас они, получается, как... У них долг, вот помните, начало нового года, да, у них долг был 16,394, в год они закрыли. К текущему моменту долг подрос уже до 16,760 вроде как. Вот, то есть, они примерно 100 миллиардов долларов долго в месяц печатают. Ну, не печатают, а продуцируют. Вот если эта скорость за счет действий республиканцев, которые в мае сократятся, соответственно, и необходимость печатать доллары сократиться, да, ну, именно выкупать кузначейки. Потому что вот эта легенда о том, что доллары выходят из станка ФРС, потому что стимулируют экономику. Ну, так проще просто, да. Так проще объяснить. Что такое КУЕ-3, это печатный стандарт. Да, они помогают, министерство финансов финансируют свой дефицит, по большому счету. Если дефицит этот упадет, то и помогать тогда будет меньше. Вот, в этом случае, соответственно, мы можем получить, скажем так, опять уход в рецессию штатов, потому что, естественно, штаты после таких сокращений, когда у них там триллионные дефициты были, да, если они так резко обрежут все это дело, мы получим, опять же, это фискальный обрыв, обвал всего и вся. Да, и мы пройдем, соответственно, по рублю, по доллару-рублю, это отметка 33 и выше, да. И тут вообще, на самом деле, в мае будет решаться такой вопрос. Куда все же мы пойдем? В Великую депрессию номер два, по большому счету, да, или в Великую инфляцию? То есть в мае такой глобальный, да, глобальный? Ну, это, конечно, не мая, может, понимаете? Точка отчета такая глобальная. Четко нельзя сказать, потому что они любят все это делать, перетаскивать, отсрочивать, да. Ну, по большому счету, грубо говоря, будет решаться политика, та политика, которую они проводили последние годы, вот как восьмой год наступил. И, грубо говоря, европейцы пытаются чуть экономить, у них чуть другой подход, да. Американцы оголтело тратить и печатать, стимулировать. Вот вопрос в мае как раз именно будет. Стимулирование в том же виде, и печатание всего и вся, либо затягивание поясов. Если будет выбрать путь затягивания поясов, то... То есть либо жизнь, да, продолжается такой, какая она сейчас. Но с риском того, что можно просто все обесценить, ну, в смысле, деньги свои увидеть, падающий доллар там, да. Это либо депрессия. Потому что, по большому счету, вот эта политика стимулирования, она, ну, скажем так, не то, что потерпела фиаско, да. Пока еще она как бы жива, но, по большому счету, она уже вот на грани. Почему мы видим вот эти все события, и почему на Кипре они пошли на нарушение одного из постулатов, там, да, про вот, ну, часто, собственно. Не, ну, на самом деле, по Куи-3, действительно, сейчас на американском, скажем так, фондовом рынке наблюдается определенный дисбаланс. Да, там, мы видим рост фондового рынка и при этом снижение доходности USD. Да, там, то есть обычно, как бы, эти процессы, они как бы раскоррелированы. Почему, да, это происходит? Потому что, плюс ко всему, есть Куи, да, там, то есть выкуп. Поэтому и Бернанке говорит о том, что, точнее, он не говорит, но поэтому появились слухи, да, там, о том, что, возможно, есть смысл Куи-3 сворачивать. Немножко бы. Да, по той причине, что в нем сейчас нет необходимости, оно даже в некотором смысле мешает. Да. Да, там, потому что американская экономика показывает хороший рост, да, там, экономика восстанавливается, фондовый рынок растет. Что такое был Куи? Это вот, как раньше у автомобилей стартер. Завести надо было. Завели, завели. Двигатель завелся, машина, как бы, идет. Нет, как бы, необходимости этот стартер... Каждый раз накручивать накручивать. Да, поэтому, возможно, но, с другой стороны, рынок, конечно, разочаруется, да, по той простой причине, что ФРС... Он уже подсел, да, на это... Первый и второй ФРС убеждал, что мы не будем сворачивать эту программу до тех пор, пока там того-то, того-то, того-то. Вот, по крайней мере, первый у них таргет, это по уровню безработицы в стране. Безработицы, 6,5% еще далеко до этого. Да, поэтому, да, поэтому, видимо, все-таки, вот, Бернанке будет вот перед такой вилкой находиться, да, там, как ему соблюсти те, как бы, обещания, да, там, которые он давал. И при этом, понимая, как бы, что, вот, эффективность этих мер в текущей ситуации, она снижена... Просто, если они начнут свертывать тот же самый КУЕ, вопрос, а что будет финансировать дефицит бюджета? Игорь, я прошу прощения, интересная дискуссия, у нас есть звонок, не будем мучить слушателей. Сергей, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте, вот, очень интересно слушать сегодняшний эфир, потому что то, о чем говорят, на самом деле, вот, как раз, труды авантюристов, 2007 год. То есть, сейчас идет эпоха валютных войн, а следующий этап, это способы отказа штатов от своих обязательств, через гиперинфляцию. И, скорее всего, этот сценарий, вот, на мой взгляд, он наиболее вероятен, если, ну, опять же, не вступят разные факторы. Потому что смысл в том, что экономики, мировая экономика, она неэффективна. Долг растет, обязательства растут. Дошло уже до того, что идет уже просто печатание денег, перезанимание там друг к другу под меньшие проценты. То есть, уже просто, ну, уже какая-то не рыночная экономика, а непонятно что. Вот, поэтому, ну, что можно сказать, будет весело. Единственное, нам только надо в этой ситуации как-то от этого процесса отвязываться. А как мы можем отвязаться, Сергей? Мы все равно, хоть мы и дистанцируем себя все время, но мы же часть глобального процесса. Я думаю, тут нам должна помочь реиндустриализация и все-таки более вменяемая политика Центрального банка. Когда Центральный банк не отвечает абсолютно ни за что, и на него нет никаких рычагов влияния, то смысл его непонятен. И непонятна вообще ситуация, когда денежная масса само собой, экономика само собой. Денежная масса должна соответствовать экономике. Хорошо, вот сейчас даже, если интересно посмотреть, вот с начала года идет торможение экономики в России. То есть, конечно, по сравнению там с Европой или там с худшими примерами у нас все хорошо, но в целом у нас идет торможение. У нас в экономике не хватает денег сейчас. Это факт. Сергей, вы с нами? Да. Мне просто вы как резко пропали. Вопросы в чем, собственно? Да, собственно, это больше был комментарий. Да, поставимся попкорном. Спасибо, спасибо. Согласен, Миша? Вот такое мнение. Ну, отчасти, смотрите. Где-то Сергей твою позицию разделяет. Отчасти да, но понимаете, мы, во-первых, не самодостаточная страна. Да, я не думаю, что нужно питать иллюзии, что мы вот возьмем за очень короткий период, до того, как они влетят в инфляционную дырку, да, мы вдруг возьмем и станем самодостаточными. Это невозможно. А почему мы сейчас замедляемся? Ну, как бы ЦБ, да, он начинает, получается, играть в такую игру, что, похоже, он тоже понимает, что с долларом не все в порядке, может быть, в какой-то перспективе, там, год, два, там, может, три, да, но я думал, что, там, в пятнадцатом году мы явно уже будем видеть, ну, как бы, вот все эти разговоры, скажем так, господина Хайзина про это, там, да, и Леонтьева, да, они уже не будут казаться, там, основной массе людей какими-то, там, странными, да, все уже будут прекрасно понимать, о чем речь. Ну, это будет в пятнадцатом году, может, раньше, возможно, это, может, будут понимать уже через год все. Вот, но просто наш ЦБ, похоже, тоже начал это чуть-чуть понимать, да, и поэтому вот в том числе и политика ведет такую сдержанную. То есть, грубо говоря, если там будет какой-то обвал, да, то наш рубль сам по себе, чтобы не, как бы, вот те проблемы валютные, потенциально, которые обвал, они перешли к нам, да, соответственно, он делает политику такую достаточно жесткую, но от этого, скажем так, наша ликвидность внутри страдает, объем ликвидности, и внутренний, скажем так, оборот начинает страдать, соответственно, идет замедление процессов экономических внутри страны. Мы получаем то, что получаем. Это как полка двух концов. Ну, вот по поводу слушателей хотелось бы отметить, у нас нет недостатка капитала, у нас нет спроса, да, там, на деньги в стране. Хотя бы тот же самый отток капитала, да, там, 25 миллиардов, который мы наблюдали, вот, пожалуйста, это деньги, да, там, которые могли, как бы, пойти, как бы, в нашу экономику, но они не идут в нее, а уходят, да, там, по той причине, что в нашей экономике, как бы, они созданы, да, там, та инфраструктура, не тот климат. Ну, то есть некуда просто их, да, реально вложить, чтобы что-то получить. И у нас и снижение, как бы, промышленности, экономики идет именно из-за того, что у нас очень слабый инвестиционный спрос, у нас очень слабые инвестиции. Нашу экономику двигал потребительский сектор, да, но сейчас потребление начинает, как бы, замедляться, и вот финалом этого все мы видим. Пытаются сомнительные какие-то инвестиционные проекты, да? У нас сбалансировано этот совокупный спрос и совокупные предложения, скажем так, да, у нас экономика была построена на нефти, где ввиду нефтяных доходов и, ну, не только нефтяных, вообще, у нас рос совокупный спрос, но совокупные предложения, как было там в 90-х годах, да, в полном упадке, так оно и остается. Я понял. Миш, спасибо огромное, представить я вас не успею, просто Михаил Федоров и Игорь Нуждин. Спасибо за то, что нашли время, уважаемые слушатели, спасибо за внимание, успехов на рынке.